Здравствуйте, дорогие мои! У меня сегодня очередное кукольное событие в пополнении моего кукольного собрания. Это уникальный, абсолютно, экземпляр. Я, как и в случае с Северусом Снэйпом, до сих пор не верю, что я держу эту куклу в руках. И это Барби Леонардо да Винчи в образе Джоконды Монэ Лизы. Ну, релизы, возможно, те, кто смотрит кукольные каналы и периодически заглядывает ко мне на канал, на те ролики. Я вот создала специальный плейлист, чтобы таким людям было проще меня находить. Ну, не меня, мои ролики. Кукла была создана в контексте коллекции мировых музеев в 2010 году. И там еще есть Барби, которая была создана под влиянием работ Ван Гога. Великолепная кукла Барби, которая повторяет образ Золотой Мадонны Клинта. И Джоконда. Я совершенно случайно узнала об этой кукле. Я ее не искала, я не стремилась. И, может быть, оно и к лучшему, или к худшему. Но я нашла один магазин кукольный. И там была представлена, вроде как представлена вся коллекция, по какой-то, но очень смешной цене. То есть, прям смешнее не бывает. И эта кукла не оттуда, нет. Я сразу почувствовала какой-то, ну, не подвох. Просто, вы знаете, мертвые сайты и мертвые магазины в интернете – это огромная беда, если там они не удалили вовремя свою платформу. И, в общем, я сразу сделала заказ на несколько кукол. Потому что, действительно, цены были какие-то. Но они, видимо, были такие, какие-то мы были в последнем, там, по-моему, чуть ли не 2015, а то 2013 год. Но я оформила заказ, а потом уже стала интересоваться. Через ней пять мне пришло письмо, что сайт не работает. Ответили мне, достаточно холодно. Но при этом активность сайта сохраняется. То есть, зачем-то они поддерживают этот ресурс. Там продается буквально несколько единиц, которые еще надо найти. И это, в общем-то, по-моему, даже не Барби. Но неважно. Таким образом я узнала о существовании вот этой коллекции. В Москве найти мне не удалось. А, есть она, но она стоит в Москве запредельно. То есть, это, ну, уровень Star Ace. То есть, это 17,5-20 тысяч. Нашла по городам девушки разные. Где мы либо свои коллекции, либо возят из других стран. Но тоже получалось, ну, как-то не то, что не щадящее. У меня я сейчас не работаю. Денег нет. И я даже, знаете, эту информацию собирала, ну, просто какой-то анализ. Но я показала эту коллекцию маме. Она любит кукол. Ей очень нравятся все мои винтажные вот эти все приобретения. Она гораздо более спокойна к чему-то вычурному. И, скажем так, к темной стороне моих кукол. Но Барби она любила очень. И, наверное, в те далекие, там, конец 70-х, начало 80-х, если бы не ее прессинг на папу. Но, нет, на самом деле, я думаю, что там двойная заслуга. Потому что папе тоже нравились Барби. В общем, когда мама увидела Мону Лизу и Мадонну Клинта, она очень захотела, чтобы у меня были эти куклы. И так получилось, что у нее, понимаете, тоже не очень как-то так все получается. У моей мамы были некоторые сбережения. И это не все ее сбережения, разумеется. Я нашла эту куклу на ebay. Она стоила, скажем так, дешевле, чем ее покупать в России. Даже с их безумно дорогой доставкой. Кукла это совершенная. То есть, это мечта. Просто мечта. Я с определенной уверенностью могу сказать, что это самая красивая Барби в моей коллекции. Они все красивые, они все прекрасные, они все стопроцентно совершенны. Но гармония, выделка и подача самой куклы, это, конечно, бесценно. Меня немножечко, не то чтобы удивило, нет, наверное, именно так можно и сказать. Меня удивило, что у этих кукол довольно простое оформление. Вот если вы видели мои предыдущие ролики, там у Барби коробки были прям такие очень роскошные. А здесь все очень скромно скромнее, чем у многих Барби, которые, ну, обычно не коллекционные. Коробка, хоть и в хорошем состоянии, она держит форму, но она поцарапанная вся. Видно, что не человек сам царапал, и не то чтобы он ее швырял из угла в угол. Но, тем не менее, в общем, состояние коробки, для кого это может быть важно, хотя я себе очень плохо представляю, такого претензиозного человека, оно, конечно, оставляет желать лучшего. Но сама кукола по костюму, жду захватывает, она выглядит совершенно, то есть цвет кожи, не хочется даже говорить тело, да, то есть это прям кожа, эти невероятные ключицы. Наконец-то у меня есть Барби, у которой идеально проработанные ключицы. Это положение рук знаменитое. У меня вообще есть такое впечатление, что о картине Леонардо да Винчи, Мона Лиза или Джоконда, рассказывать кому-то это просто маветон. Но, так как я преподаватель истории, искусства, антропологии, искусства, естественно, Остапа может понести. Я скажу несколько фактов в привязке к самой кукле, к ее созданию работы, но просто, ну, наверное, это крайне странно. Рассказывать всем известный факт, что Леонардо да Винчи писал этот портрет. Четыре года он, по мнению самого Леонардо, остался незавершенным. И что даже точная, даже точная дата, скажем так, появления этой работы на свет, она не совсем известна где-то между 1503 и 1505 годом. И здесь очень много, ну, вы знаете все, что вокруг этой картины, огромное количество тайных загадок. То есть, таких мистификаций, если быть точнее. Изначальная работа, она называлась «Мона Лиза или Джоконда». Полное название по-русски звучит «Портрет госпожи Лизы дель Джоконды». И есть мнение, которое буквально не так уж давно подтвердилось, что изображали Лизу Герардини, супругу лорентийского торговца с шелком, которого звали Франческо дель Джоконды. И есть еще примерно 20 вариантов, кто это на самом деле, включая, как вы знаете, есть мнение, что это вообще идеальная женщина или автопортрет Леонардо да Винчи. Но здесь я должна сама, как художник, сказать, что любой художник, фотохудожник и, как вы знаете, прекрасно творческий человек свое произведение непременно свои черты закладывает. Я об этом рассказываю на своих лекциях. У меня есть огромные, обширные собственные труды на этот счет и, естественно, подкрепленные историческими и образовательными фактами. То есть это абсолютно нормально, когда художник, более того, это было бы странно, если бы было иначе, когда художник закладывает собственное произведение, частицу себя и своих черт. Опять же, все мы знаем, что Мона Лиза – это, наверное, самый известный портрет в мире. Мона Лиза – это жанр итальянского высокого ренессанса, квадро-чента. Я не буду углубляться, потому что это получится искусствоведческий очерк, который никому особенно, наверное, здесь не нужен, да и все знают все про работу Мона Лизы. Многие исследователи считают, что вот эта шедевреальность работы Мона Лизы, ее уникальность была достигнута в XVI веке благодаря использованию двух элементов. Это точно прорисованный, тонко прорисованный, с мельчайшими деталями пейзаж и эффект сфумата. Сфумата стоит, разумеется, на первом месте, если вы по какой-то причине вдруг не знаете. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, как выглядит эффект сфумата. Но если вдруг термин незнаком, то это переводится как исчезающее нечто, рассеивающееся, как дым. Это дословный перевод слова. А в мире искусства это смягчение очертаний предметов для ощущения большего воздуха вокруг главного объекта и целиком в композиции. Простите меня за такие очевидные слова, но тем не менее, даже в эту куклу каким-то образом умудрились заложить этот эффект. Давайте я вам прочту то, что написано на коробке. Наверное, лучше сразу на русском языке переведу. Мона Лиза. Притягательный портрет Де Джио Конде часто называют наиболее известным живописным портретом в мире. Магический и загадочный шедевр высокого ренессанса, который собирает себе почитателей в течение 500 лет. Ображение лица Мона Лизы и ее улыбка вдохновляют поэтов, песенников, композиторов, игры и произведений литературного жанра. Картина одно время принадлежала королю Франции и Наполеону Бонапарту. Но теперь картина доступна всем жителям Франции, всем французам и любителям во всем мире. Она расположена в Лувре. Мона Лиза была создана Леонардом да Винчи. Истинный мужчина, истинный джентльмен ренессанса. Леонардо был артист, скульптор, ученый, новатор и инженер. Гений, который надеялся создать новый креативный мозг для своей эры. Барби Дол чествует уникальность Леонардо и его шедевра Мона Лизы в музейной коллекции. Ну, про Леонардо да Винчи я вообще могу говорить на протяжении нескольких часов, а то и дней не останавливаясь. У меня есть несколько любимых исторических персонажей. То есть, это, как говорится, Остапу лучше слова не давать. Ну, вот, в частности, это Леонардо да Винчи, это Аристотель, это Джованни Батиста де Ля Порта. Ну, сейчас, наверное, я могу долго перечислять. Просто действительно судьба великого гения и сколько он всего вложил в мировое искусство, культуру, науку, химию, алхимию, живопись, литературу, архитектуру и далее по списку. Меня поражает. Я, на самом деле, вот близкие умы в современном мире. Вот только одного человека я знаю, который, мне кажется, обладает вот неким потенциалом Леонардо. Очень известный художник. Я не буду сейчас уже называть имен. Ну, давайте же я распакую куклу. Я сделаю паузу и мы ее рассмотрим. Опять же, я обещаю, что когда будет предоставиться возможность всех своих самых уникальных кукол, я непременно сделаю для них отдельный плейлист и сделаю художественную видеосъемку про этих кукол. Вот я распаковала свою безупречную Мону Лизу. Не могу отказаться от своих слов. Это действительно самая красивая кукла в моей коллекции женского пола. И, разумеется, это бесценный подарок. Я не могу не отметить, что, возможно, это чисто самовнушение, что эта кукла, она действительно выполнена в лучших традициях того, как работал Леонардо да Винчи. Вообще вот эти цвета, фурнитура, ткани, как он создавал. Даже архитектура самой куклы соответствует эстетическому способу Леонардо да Винчи. Я в дичайшем восторге. Я ее вообще трогать-то боюсь. Хотя у нее очень располагающий к себе взгляд. Сколько я смотрела на саму картину Мону Лизы, я имею в виду репродукции в Лувре, я, к сожалению, не была. Я все время думала, действительно же женщина, изображенная на картине, она настолько необычная. Вот как, увидев такого человека в жизни, можно среагировать на эти черты лица? То есть, преклонишь ли ты колено перед такой небесной абсолютной красотой? Или, возможно, мороз по коже пойдет? Но вот эта кукла, тут хочется и колено преклонить, и мороз по коже от ее абсолютного совершенства. Она сделана из довольно плотного пластика для Барби, потому что это коллекционный экземпляр. Как я понимаю, не предполагается, что мы отправим Мону Лизу на игрушечную кухню в доме Барби мыть посуду. То есть, эта кукла, конечно, располагает к тому, чтобы ее поставить и любоваться. Ну, а таким, как я, бесконечно задействовать в своих художественных проектах. Потому что куклы – это мои лучшие модели и друзья. И есть очень много анекдотических историй, потому что я фотографирую своих кукол, даже самых простых. Таким образом, что люди не понимают, что это куклы. И это началось из детства. Я, правда, там выступала не фотографом, я именно ставила кукол. Девочка, моя подруга, она фотографировала их, и потом все спрашивали, что это у вас люди-то так застыли. Но разница там в возрасте. Я тогда еще даже не задумывалась о карьере фотохудожника, фотографа. То есть, я даже не фотографировала, я именно оформляла интерьер и ставила кукол. Невероятной красоты. И, конечно, я должна сказать огромное спасибо маме. Все подарки мамы, моих родителей, моей семьи, моего мужа, моей дочери, они несут для меня особую ценность. Но вы понимаете, когда такая семья, когда все за любой кипиш, кроме голодухи, и за голодуху, в общем, тоже, но не очень хочется. И никто тебя не упрекает в том, что даже в голову не приходит, что собирать кукол это что-то странное. Увлекаться косметикой это что-то странное. Иметь больше, чем один флакон духов это что-то странное. Но я могу сказать спасибо маме не просто даже за сам подарок, а вот именно за это понимание моего мироощущения. Вы понимаете, я же еще такой человек, мне тяжело было бы купить эту куклу, даже быть у меня три раза на нее денег, и еще на что-то еще. И мне очень тяжело дается большие траты денег. Мне тяжело тратить на себя деньги, на свои какие-то нужды, или, не знаю, назовем это коллекционные единицы. А бывает так, что вот как и случай с Северусом, я там пять лет готовилась, то есть я уже была готова на очень много и постоянно. Но тем не менее, понимаете, мы в один день с мамой эту куклу увидели, и уже там через час мы ее нашли на просторах интернета, и мы ее заказали. Но если бы не мама, которая еще и оплатила весь этот процесс, она подарила мне эту куклу, она купила, потратила очень большие деньги на нее. Я бы не решилась, понимаете, то есть у меня вот это самобичевание, особенно то, что я там нахожу сколько, примерно четыре месяца без работы, оно меня очень угнетает. Даже будь совершенно другая история, я бы все равно без мамы бы не решилась на эту покупку. Поэтому мне очень хочется вообще это видео посвятить маме, потому что она меня, великовозрастную дочь, поддерживает в моих начинаниях, никаких нет у нее там осуждений в плане моих интересов, моих коллекций и так далее. То есть, дорогого стоит подобное взаимопонимание в семье. Мам, спасибо тебе огромное за этот чудесный подарок. Я совершенно не заслуживаю, но ты сделала меня гораздо счастливее. И теперь посмотрите, пожалуйста, на куколку во всей ее красе. Спасибо, что были со мной. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok